Да, статистика годового обхода фондового рынка 12-15%. Ведущим трейдерам за год удается получить 20-40 прибыли. Некоторые компании увеличивают стоимость своих акций в 2-3 раза. Но таких компаний много. Их рост происходит в период роста мировой экономики. За счет каких направлений проект Криптовинта планируют получить прибыль и выплачивать дивиденды в период кризиса. Вот я вам ответил уже, когда я рассказывал. Я думаю, надеюсь, вы меня там услышали и поняли. И то, что вы говорите, это мировая тенденция развития инвестиционного рынка. Лапша на уши я называю. Нам вешали эту лапшу. Почему я все время в инвестиционном образовании всегда обучался то там, то там, то там. Потом, когда я понял, что лапшу на уши нам вешают вот с тем образованием, которое идет. В Малайзии, когда Игорь Аманенко показал портфель, и что такое портфель SWIG, и каким образом, куда мы двигаемся, к чему мы стремимся, что мы хотим сделать. Соединенные Штаты, кажется, человек подошел из Канады и Игорю сказал, Игорь говорит, я 10 или 15 лет в инвестиционном бизнесе, я теперь понял, почему нас не обучают вот этой вещи, которую ты сейчас даешь. Поймите, ребят, мы даем в Академии такие вещи интересные, которые скрыты практически для всего общества, для того, чтобы лапшу вешать. Я вам расскажу, что такое вообще ВВП. ВВП это лапша на уши людям вообще. Вы поймете почему. Вау, ВВП выросло на 10% в Китае. Вау, круто, блин. Да херня это все полное. Поэтому вот то, что вы написали, да, это ведущие трейдеры за счет чего зарабатывают? За счет спекулятива. Но есть финансовые учреждения, финансовые банковские учреждения, которые зарабатывают нехилые деньги. Я вам объясню, на чем зарабатывают.